Каждый момент лови, живи, новым днём. Апрель 2013-го. У Жанны Фриске родился сын. А через два месяца врачи вынесут ей приговор. У неё будет очень мало времени, чтобы рассказать этому новому человеку. Она навсегда останется его мамой, даже потом. И соберёт все силы, чтобы хоть немного отодвинуть это потом. А ведь кто мог знать, что такой финал ждёт эту загорелую красотку из знойных клипов конца 90-х. Девчоночи и юбки, девчоночи и песенки. Чао Бамбина Синьорита из каждого ларька. Тёмненько из блестящих. Так её тогда называли. А до развязки будет страшно мало. Каких-то 15 лет. Но и за эти 15 лет Жанна успеет многое доказать. Прежде всего самой себе. Оставила группу, сохранив со всеми добрые отношения. Само по себе редкость. Занялась сольной карьерой. Работала много, упорно, но стеснялась слова певица. Говорила, что певица – это Пугачёва и Долина. Она же пока просто исполнительница. Я недовольна собой, потому что было пару моментов, которые я могла бы сделать гораздо лучше. Она была не просто красива. У Фриски было лёгкое дыхание, авантюрность. Выскочила на лёд в шоу «Ледниковый период», заменив внезапно отказавшуюся звезду. И за несколько дней подготовила номер. У соперников было два месяца. 6-0! 6-0! 6-0! Два года в шоу «Последний герой» – необитаемый остров. Днём невыносимый зной, по ночам – тропические ливни. Нервы сдавали даже у мужчин, но не у Жанны. И за это я её уважаю. Потому что она мне смотрит в лицо и говорит, ты мой соперник. Я не хочу, чтобы ты здесь была. Давай вали. Красавицей, которая в постоянном восторге от самой себя, она не была. И это подкупало. У Фриски было редкое для звезды качество. Она легко могла посмеяться над собой и повышенным интересом к себе со стороны мужчин. Уважаемый Жанна Фриски, держите себя в руках и кипятильник свой заберите. Своей настоящей большой любви Фриски ждала долго. Говорила, что видит много женщин с кольцом на пальце и тоской в глазах. И не хочет вот так же. А потом будет встреча с Дмитрием Шепелевым. Жанна достойно выдержит все разговоры о непростительной молодости своего избранника. Родится сын Платон. Ради него она будет бороться. И отвоюет два года. За этой трагедией следила вся страна. Жанне Фриске сочувствовали даже те, кто не воспринимал всерьез ее музыку. Потому что из мира уходила красота, доброта. Я устала на свет лететь. Жанна Фриске ушла в июне 2015-го, незадолго до своего 41-го дня рождения. Это легкое дыхание снова рассеялось в мире. В этом облачном небе, в этом холодном ветре. Буду очень-очень скучать, буду о тебе вспоминать. в этом 레배. Всем пока. Всем пока.